Всем привет! С вами магазин Rebyshop.ru. Меня зовут Залил Фидель. Сейчас немного расскажу про такую интересную обвязку от фирмы Вента. Модель называется Argon Toxic. Вот в таком ярком, интересном цвете, ярко-зеленом, что позволит спортсмену, альпинисту, скалолазу быть заметным среди. Серые массы таких же спортсменов, альпинистов. Ну, в общем, кому-то понравится такой яркий цвет. Возможно, женский, возможно, кто-то из ребят захочет такой яркий цвет. Газка поставляется в мешочки. Мешочек из Оксфорда. Сделан довольно качественно, неплохо. Не просто мешочек здесь все, все швы обработаны. Мешочек на затяжке. Имеется люверс, что вполне достойно. Имеется прозрачный карман для документации. И сеточка. Документация у нас. Это у нас паспорт, в котором есть схематические изображения всех способов использования, типы страховки, также как правильно ввязывать узел, как фиксировать пряжки. Ну, в общем, вся нужная информация, документация указана. Также указано на гарантийный срок использования, ну и различные инспекции выбороков к снаряжению. Ну, вся нужная информация есть. Обязка у нас сделана с четырьмя регулировочными пряжками, то есть по две пряжки. То есть на каждом ножном обхвате есть пряжки, и на поясе у нас две пряжки с обоих сторон. Две пряжки для того, чтобы вы могли отцентровать пояс, таким образом, чтобы разгрузочные петли находились равномерно по отношению к вам, к середине. Так, на почте стропа где-то порядка 25 миллиметров. Это вот на пряжках она идет. Пряжки здесь еще дюралевые, дуплексные, так называемые. То есть две рамки. Имеется одна рамка и вторая рамка, которая подвижна относительно первой. Затем регулировка. Стропа очень довольно плотная, жесткая, но при этом в пряжках она ходит довольно легко и непрежненно. То есть регулировать обвязку на себе будет просто, без проблем. Затем пояс. Пояс у нас выполнен в технологии, так называемая рамочная технология. То есть здесь нет плот спиной, у нас основного грузового ремня нет. Нагрузка распределяется на две стропы, которые идут в окантовке самого этого пояса. То есть вот эти стропы, которые идут в пряжке, они в силовой строчке, в силовой прошивке пришиваются непосредственно к этим двум окантовочным стропам. Довольно интересно, но здесь вот захвачена она не совсем полностью. Я думаю, фирма Вента все это делал, тестирует. И никаких проблем не было. В поясе у нас идет пенка довольно плотная, по качеству неплохая. Внешняя ткань такая ребристая, напоминает такую сотовую структуру. А внутренняя ткань – это сетка AirMesh с мелкой ячейкой, с мелкой структурой, так называемой. Мелко-користая. Затем ковыши, развязочные петли, так называемые, или петли для доп. снаряжения. Они сделаны из 10-миллиметровой стропы, вшиты в силовые, здесь вот она вшита в силовой элемент, ну и здесь она также имеет прострочку, силовую прострочку, что в принципе радует. То есть есть проблема у некоторых производителей, они пришивают в обычную строчку вот эти петли, и эти петли не вызывают никакой надежности, не внушают доверия. Здесь все это в принципе довольно надежно выглядит, ну и в принципе долго прослужено. Есть вот тут еще петля у нас непонятно для чего, то есть она у нас пришита просто одной строчкой, строчкой, которая оконтовывала сам пояс. То есть она не силовая, если вы стегнете сюда какую-то веревку, например, вторую перильную веревку, или тяговую веревку, то она просто вырвется вместе с этой петлей. Вообще тут нагрузка минимальная будет. Затем у нас 4 петли, и все петли эти развязочные, они имеют по выходу. На ногах у нас уже другая идет стропа, здесь порядка 20 миллиметров стропа, по плотности она примерно такая сравнимая с поясной стропой. Ну и пряжки такие же, даблбак, ну аналоги петцельских даблбаков, это они называются дуплексный. Ну и вход регулировки также очень простой, без проблем, все это дело регулируется. Технология такая же рамочная технология, то есть нету одного ремня под ножным охватом, нагрузка распределяется на всю ширину ножного охвата, что сделано для комфорта и для удобства пользователя. Снизу здесь у нас есть такая штрипочка, не грузовая, то есть здесь нужно внимательно изучать, то есть новички иногда бывают, что усюгиваются вот в эту штрипку и тем самым нарушают технику безопасности. Ну в принципе, довольно неплохая модель, ну вот качество швов, не самое лучшее, я бы сказал, торчат кое-где ниточки, не самое ровное все, ну если сравнивать с европейскими производителями, а сравниваю я с европейскими производителями, именно и потому, что цена в принципе уже сопоставима, то есть порядка 3000 рублей стоит, на данный момент это обвязка, но по качеству, в качестве не самое лучшее, видно, что здесь строчки неровные, заплавлено, как-то так вот, именно прошивка сама. Ну смотрите, выбирайте, сзади вот, не сказал я у нас, эластичная тесьма, здесь порядка 15 миллиметров, ну и два фастекса, фастексы у нас фирмы, непонятная фирма, лужин, по-моему, лужин пластик, да, лужин пластик, это, по-моему, филиал Капандирофлекс, довольно качественный фастекс. Так, это была обвязка Argon Toxic от фирмы Event, а с вами был магазин Rubik's Shop.ru, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пока! Субтитры сделал DimaTorzok